Белорусские штангисты вернулись на международный помост в эти дни в Польше. Проходит чемпионат Европы среди молодежи и юниоров. У нашей команды уже две награды. Золото Геннадия Лаптева и серебро Людмилы Псущеницы. Впереди самый ответственный старт сезона. 1 ноября в Ашхабаде начнется чемпионат мира. Это будет первый лицензионный турнир к Олимпийским играм в Токио. В женской команде выступят серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дарья Наумова, обладатели бронзовых наград чемпионатов Европы Анастасия Михаленко и Людмила Псущеница. Целый год не участвовали целый ряд сильных команд, поэтому сейчас сложно. Это является квалификационным соревнованием для отбора на Олимпийские игры. В мужской команде особое внимание приковано к возобновившему карьеру олимпийскому чемпиону Пекина Андрею Ариамнову. А вот серебряный призер Рио Вадим Стрельцов в Ашхабад не полетел из-за травмы. Восстановление идет по плану и уже в конце года Стрельцов выступит на лицензионном турнире в Катаре. Наспорин довольно-таки неплохо, серьезно нужно подготовиться, потому что уже года идут, так сказать, уже не молодой. После допинговых скандалов Международная Федерация Тяжелой Атлетики усложнила олимпийский отбор. Для попадания в Токио надо выступить на шести лицензионных турнирах и попасть в топ-14 лучших атлетов в весовой категории. Лицензионный статус получит и турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича. Соревнования пройдут в августе в Гродно. Все идет к тому, что на олимпиаде от сборной Беларуси выступят всего два тяжелая атлета. Перед олимпиадой, если на одну лицензию будет 5-6 медалистов, это катастрофа. Как отбирать, я даже не знаю. Будем надеяться все-таки, что будет лучше. Сложности штангистам прибавляют изменения в весовых категориях, но спортсмены ко всем трудностям относятся спокойно и уверены, что при любом раскладе без медали из Токио не вернутся. Андрей Бондаренко, Алексей Ковалев, Александр Зонов. Новости спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова